Попадая в воинскую часть, уже чувствуешь приближение Нового года, так как бойцы плодотворно готовятся к этому празднику. Ребят, расскажите, пожалуйста, как находите время, чтобы организовать подготовку? Новый год – это, конечно, праздник, который празднуется везде, в всех семьях, поэтому даже в армии находится время, свободное от нарядов. Мы приходим сюда, украшаем елку, все вместе, коллективно, кто может, игрушки, вот все, которые здесь находятся, все приносились военнослужащими, когда ходили в увольнение. В то время, когда вся страна будет отмечать долгожданный праздник, кто-то из солдат встретит Новый год под бой курантов в наряде, и ребят это не пугает. Родителей, так как рядом нету, я уже привык, и думаю, что я поэтому встречать не буду и беспокоиться. Насчет наряда я как раз попадаю на караул, и думаю, что могу даже на посту встретить Новый год. Ну, я не расстраиваюсь, и думаю, что не я один такой. Хочу пожелать, чтобы они не расстраивались, потом они сменятся все-таки, с караула придут. Смогут отметить этот праздник, да? Также могут сесть за стол, отметить со всеми. Хочу пожелать легкой службы ребятам, счастья, здоровья и всех благ в Новом году. И не только солдаты срочной службы будут отмечать праздник воинской части. Для многих офицеров это не первый Новый год на работе. Это будет четвертый Новый год, который я встречаю в данной воинской части. Для меня ничего такого нет непривычного. В принципе, я своих родственников поздравляю и по телефону, и родителей, и жену, детей. Приблизительно к 22.00 уже стол стоит, и личный состав солдат садится за праздничный стол и встречают в первую очередь Новый год с Российской Федерацией. Слушаем поздравления Владимира Владимировича Путина. После этого уже непосредственно наш президент Вадим Николаевич Красносельский будет говорить. То есть в таком ракурсе встречается Новый год. Военнослужащие проявили фантазию и украсили стены необычным образом. Вот так гриллианты превращаются в целые фигуры. Ребят, рассказывайте, сколько времени потратили на то, чтобы украсить потолок? Пару часов, но больше. Пару часов и мускулы подкачали как раз, да? Ну да, для этого. Давайте покажите мне, как будет. Берем один дождик. Сочи-гвад. И мычим воду. Получилось с первого раза. Здорово. Праздник в армии ощущается еще целую неделю после Нового года. Сладости, праздничный стол и конкурсы – это настоящие подарки для бойцов. Люди уже взрослые. И немножко, чтобы было им веселее служить. Служить, и не более праздник, чтобы они понимали, что это праздничная программа, и было нам весело. В основном стараемся делать такие конкурсы. Конкурс, значит, часового, когда солдату завязывают глаза, и он ночью ищет другого солдата, находит, отрывает у него подшиву. Потом от этих, кого поймали, троих, которые вот как бы в худшую сторону, да, их поймали, отрывали у них подшиву. Их садим на стул, включаем музыку, они подшивают подшиву. Кто первый подшил, выигрывает во втором конкурсе. Все стали настолько близки, что, можно сказать, мы отмечаем в семье. То есть в одной большой семье. Многие согласны остаться тут, даже если будет возможность идти домой. То есть мы договорились, что мы остаемся тут и отмечаем Новый год все вместе. Дорогие военнослужащие, первый Приднестровский телеканал и рубрика «Рота-подъем» поздравляют вас с наступающим Новым годом. Желаем вам счастья, конечно же, карьерного роста и достойно нести свою службу. Это тишина и солнце свет, вдруг сказали смерти больше нет, просто солнце свет и тишина, вдруг сказали кончилась война. Субтитры создавал DimaTorzok